Уже долгое время проезжая часть возле пятиэтажки по адресу Кривошея на 9-1 больше похожа на полосу с препятствиями. Особенно после дождя, когда многочисленные ямы и выбоины становятся лужами. 20 лет, а то и больше. Мы мучаемся, падаем. Это ужасно тут. Грязь. Ходить страшно. За столько лет я уже 40 с лишним лет живу. Это ужас. Уже сейчас это стало вообще. Дождь пошел, наклонены были эти дорожки, лужа. И я иду по этим колдобам. И машина плюс ездит. И не знаю куда мне. То ли туда, то ли туда. Я звонила по этому поводу. Вот это самое, что делали. И хотя сегодня двор выглядит так, как будто здесь рыли траншеи, а шум от техники практически не смолкает, жители пятиэтажки уже не скрывают радости. Ведь ремонт, которого не было с 1978 года, наконец-то начался. Мы радуемся. Видим, мы не знаем конец этой работы, но начало, это уже легче даже ложиться спать. Здесь будут проведены работы по замене асфальта возле подъездов. Пройдет укладка пешеходных дорожек вдоль дома и будет выполнена реновация проезжей части по периметру, а также обустройство дополнительных парковочных мест. Первые дня два у нас производилась раскопка трактором. Демонтировали все, подготавливали, чтобы установить новые дорожные борты. На данный момент тротуарный дорожный борт установлен на большей части территории двора. Долгожданный ремонт уже пришел во двор и по адресу Дубровская, 13-1. В обозримом будущем начнется по Кривошейна, 13. Укладка асфальта ожидается во дворах по Суворово, 108-1 и Дубровской, 27, а также Машинского, 90 и 92. Все работы по ремонту дворовых территорий ведутся согласно утвержденного еще в прошлом году плана. То есть, так же, как и каждый год, в конце года делается план работ. В зависимости, приезжают комиссионно, обследуются дворы. И со всего большого количества, огромного, конечно, выбираются самые, которые, на наше мнение, комиссии являются более разрушенными и требуют первоочередных работ. Всего на 2023 год запланирован ремонт 25 дворов. А затраты на финансирование благоустройства разделят между собой город и область.